Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части мы бегали вон в тот вот красный лес, в котором мы побывали, там нас просто жёстко разнесли, ну как нас, меня, конечно, но я как бы уж говорю про нас, потому что я снимаю ролики для вас, ребята. Потом мы сбегали в вот средней сложности лес, и на самом деле там мне так и не выпал пропуск Бункер Браво, и я подумал, вы мне там пишите в комментариях то, что чаще всё-таки эти пропуска выпадают именно на горных хребтах, и я подумал, почему бы мне не сбегать в горный хребет среднего уровня сложности. И, в общем-то, я уже сюда добежал, и можно нам сюда спокойненько вступить. Ещё, ребята, я поиграл немножечко без записи, я попробовал злутать ещё раз лес среднего уровня сложности, ой, заговариваюсь, ребят, ох, тут уже на меня враги бегут. И, в общем-то, там я не нашёл ничего интересного. Я, кстати, заметил то, что когда на меня бегут враги, когда я только зашёл на территорию, звук вообще как такового что-то нет, потом он только появляется, это какие-то провисания в игре. Так, давайте мы сейчас, пожалуй, скрафтим себе один бинтик, чтобы он сразу был у нас на готове, и даже, наверное, один из них заюзаем. Возьмём мачете, потому что вижу там громадного зомбака, которого мы сейчас попробуем убить со спины, хотя, может быть, мне показалось, и это не громадный зомбак. Ага, это не громадный, придётся мне, наверное, сначала вот этого выманить, ага, и того потом громадного попробовать убить. Отличненько, его убиваем, с него выпадает верёвка, брать я её пока что не буду, потому что верёвок у меня предостаточно на данный момент игры. Убиваем этого толстячка с красивой попой. Так, на меня там ещё кто-то бежит. Ну, блин, придётся сразу с двоими воевать, но я надеюсь, что мы справимся. Так, теперь ты иди сюда, тебя тоже сейчас мочканём. Говнюк напал на меня, и с обоих не упал никакого дропа, это просто жесть. Так, бежим на последнего вот этого зомби, который здесь находится поблизости, и на него я, пожалуй, тратить своё мачете не буду, а возьму вот эту вот клюшку и добью как бы её. Давайте, отлично, один удар всего лишь понадобился. Возьмём немного ягод, потому что ягоды мне сейчас для кое-чего в этой серии понадобятся, я вам потом покажу для чего. И давайте посмотрим, что у нас лежит в этом ящике. Простите, то, что так быстро разговариваю, просто, ну, что-то как-то так мне хочется. Окей, транзистор я оставлю, колесо для АТВ, так, меня тут это бьёт, это зомбак обычный, никакой не чувачок, с которого я выбил бы классный дроп. Так что давайте мы его добьём, покушаем немножко, сейчас я возьму себе вот это вот весло, и будем бегать с таким эпичненьким веслом. Так, здесь, наверное, мы одного зомбака на себя заграем, а потом побежим ко второму. Это фастбайтер, кстати, который тоже достаточно мощный, бегает быстро и урона неплохо так сносит, и хп у него нормально. Так, но теперь мне нужно того мочкануть, тоже сейчас аккуратненько к нему подбежим. Очень медленная у меня скорость атаки у этого весла. О, привет, чувак, давайте-ка мы с ним разберёмся. Мы ему по 13 сносим, он нам всего лишь по 7 с деревянным копьём. Боже, чувак, на что ты надеешься против меня? Ну, не чувак, это уж бот, ребят, не пишите в комментарии то, что здесь могут быть онлайн-игроки, это полный бред. Я знаю то, что на данный момент игры она не онлайн, и здесь не могут быть просто другие игроки. Когда уже все ребята это поймут, я на самом деле не знаю. Ну вот, если кто не понял ещё, я вам ещё раз повторяюсь. Так, дальше что у нас? Наверное, мы ещё ягоды пособираем. Я вам, как ещё раз повторюсь, они мне пригодятся. Дальше вижу там ещё одного зомби, сейчас мы его убьём. Это мой нелюбимый фастбайтер. Хотя, конечно, у меня есть ещё нелюбимые какие-нибудь монстры, потому что, ну, всё-таки они там помощнее есть. Но всё-таки он мне тоже не очень приятен. Дальше у меня хп не так много, я, пожалуй, заюзаю один бинтик. И дальше я скрафчу ещё один, потому что у меня вроде бы как этих кусочков одежды хватает. Крафтим по-быстрому, и ещё даже один остаётся. Окей, здесь вроде бы ящиков никаких нет, но вот эти вот ягоды я не против забрать. Ещё можно будет на этой локации побегать, всё добыть. Ну, из ягод имею в виду, потому что кирок и топоров у меня нет, так что только так сможем. Так, здесь очень много монстров, и нужно... Ага, фиг мне. И нужно как-нибудь аккуратно к ним пройти, и у меня это не получилось. Так, заберём это, это сюда закинем. Такс, и там ещё один зомби, который прямо на меня смотрит. И мне нужно всё это делать как-нибудь более-менее аккуратнее. Надеюсь, здесь не будет этого какого-нибудь суперкрутого монстра, который я победить не смогу. Здесь будут только те, которых я спокойненько побеждаю. Так, блин, здесь так два зомби неудачно стоят, и даже не знаю, как с ними быть. Так, блин, один на меня побежал уже, и фиг, мне сейчас сразу с двумя придётся сражаться. Лучше бы надо было, наверное, одного отвлечь. Но не так уж и много мне урона прилетает, потому что броня у меня неплохая. Так, на меня тут бежит ещё один чувак, и у него мощная оружка. Она с гвоздями, и мне с ним придётся достаточно тяжело. Всего лишь по 11 урон я ему сношу, но убить мы его в итоге сможем. Отлично, сейчас мне нужно заюзать один бандажик, потому что хп-инь так уж и много. Наденем эту рубашечку на себя. Дальше это всё вот сюда, это я забираю, забираю. Блин, ладно, заберём вот так вот. Что-то я всё переношу всегда, хотя можно всё сделать гораздо легче. Так, ну здесь у меня броня такая неплохая появилась, и можно на самом деле даже это на себя натянуть. И что ещё? Что ещё? Я хотел бандажи ещё скрафтить, потому что с этого чувака мне так неплохо выпало. Возьмём сразу мачете, потому что вижу там этого здоровяка. А скрафтим, пожалуй, себе бандажики по-быстрому. И отправляемся на него. Так, вон он такой громадный там стоит, надеюсь, не токсичный. Нет, обычный, замечательно. Токсичный, конечно, бы на меня загрелся давным-давно, что-то я туплю. Так, убиваем его. Ещё мне писали то, что лучше от этих зомбаков убегать, короче, когда они там начинают прыгать. Но на самом деле, что-то я сколько раз пробовал, никогда не получается убежать, всегда они мне всё равно наносят урон. Так, сначала пойдём вон того убьём. Почему-то я только пока что заюзал, ой, залутал, кажется, только два ящика, если я не ошибаюсь. Если не один. Так, ещё кто-то на меня бежит. А, ну это не такой уж и мощный. Мы его, пожалуй, убьём с обычного весла на 20 урона. Так, что с тебя выпадет? Ага, с тебя ничего такого крутого. А вот, как раз-таки два ящика вижу. И на самом деле могу даже ошибаться, я, может, залутал только один. Так, это мы забираем. Блин, столько уже лута я с этих чуваков получил, это очень хорошо. Так, здесь у нас что по монстрам? Фастбайтер и ещё рядом с ним какой-то ещё зомбак стоит. Но это обычный, так что повезло, что это не фастбайтер. Они мне так много урона вместе не нанесут. Так, покушаем, заюзаем один бандажик. Окейушки. О, у меня ещё один фастчомпер прибежал. Давайте его тоже убьём. Было бы тоже это неплохо. Окей. Забираем здесь ягодки. Там ещё, кстати, вижу одного замока. Так, трава мне не нужна, чувак. Давай мы её выкинем. Её кому-нибудь другому оставь. И смотрим, что в этом ящике. Давайте-ка. Залутаем. Посмотрим. И тут. О, классный знак. О, гаечный ключ. О, блин, ребята, это очень классно. Я вам покажу, для чего он мне понадобится. Это просто полная жесть. Это реально вещь, которая нам реально сейчас очень пригодится. Так, это мы заюзаем, пожалуй. И воду мы тоже заюзаем. А, я же её мог забрать. Блин, что-то я топанул. Тогда мне нужно, знаете, что сделать? Пойти ещё немножечко хп потратить. И когда у меня закончится прям так нормально, я пойду и скушаю там остатки вот этих вот консерв. Так, с этого ничего не выпало. Давайте. Будем просто быстро бегать. Там у меня есть консервы. Просто уж не жалко хп. Будем их тратить. Так, с тебя что-то выпало. Блин, увы, это не пропуск бункер Браво. Ищем дальше, ребята. Продолжаем. Чуваки ещё в комментариях пишут то, что сгоняли по фану в бункер Браво. И нашли там, блин, спокойненько два... Ой, не в бункер Браво, а в этот. В среднем уровне сложности, короче, вот в такую вот локацию. И нашли там спокойненько просто два пропуска в бункер. Браво, и это вообще на самом деле жесть. Так, на меня кто-то бежит. И это фастчомпер. А я уж обрадовался, что мы ещё кого-нибудь убьём и заберём с него лут. Так, что с тебя? Так, ничего интересного. С тебя падают одни верёвки. Фастчомпер, что ты такой жадный? Так, дальше фастбайтер. Его сейчас убьём, но на меня ещё один зомбак идёт. О, оружка сломалась. Так, берём что-нибудь другое. Сейчас у меня там есть. Сейчас этого добьём, конечно, кулаками. Ничего там такого нет. И дальше у нас есть вот эта оружка, которую мы сейчас начнём юзать. Так, ты куда побежал-то? В атаку побежал без моего разрешения. О, как классно и реалистично он сейчас открывает этот ящик. Смотрим. Блин, здесь у нас пиво, которое мы, наверное, сейчас выпьём. И заберём вот эти вот детальки. Ну, давай, пописай. На кого ты, интересно, пописаешь в этот раз? А, в этот раз ты пописаешь на ящик, который мы только что золотали. Ясно, ясно, ясно. Всё с тобой понятно, чувак. Очень ты смешно выбираешь места для того, куда пописать. И это странно. Так, у меня, кстати, сломались вот эти вот части брони. Давайте мы их сейчас заменим. И посмотрим. Так, ну здесь ничего у меня интересного нет. А что дальше? Ещё ящики будут или нет? Так, ну здесь я вижу зомбака, которого сейчас мы убьём. Это фастбайтер. Блин, а, кстати, эта оружка достаточно неплохая. Ну, блин, для её крафта нужны эти дурацкие гвозди. А гвозди, блин, очень тяжело делаются. И, на самом деле, тратить на них железные слитки, это, ну, не очень классно. Так, я посудил то, что, ну, этот ресурс, он достаточно важный. И лучше всего его как-нибудь хранить и быть с ним, пожалуй, более-менее аккуратным. Так, это мы забираем. И, может быть, мне, на самом деле, сделать кирку. У меня место для неё есть. А места у меня для кирки и нет. Ладно, тогда смотрите, мы сейчас, чё, дозалутаемся и, наверное, отправимся отсюда. К сожалению, снова не нашли мы пропуска. Ну, ладно, расстраиваться не будем, потому что сегодня мы, наверное, ещё раз бегаем вот в эту же локацию и посмотрим. Может быть, второй раз нам повезёт. Так, здесь больше нет ягод. По центру побегать, посмотреть. Может быть, тоже что-нибудь найдём. А что с этого мы не забрали? У него есть кирка. Но, блин, вместо чего мне её использовать? Даже не знаю, на самом деле. Пока что можно, наверное, эти ботиночки оставить и додобывать вот эту железную руду. Она мне реально очень нужна. Я её всегда буду переплавлять. И, как бы, из неё получаются эти железные слитки. Это просто такой ресурс, который на данный момент мне просто для всего нужен. И у меня его меньше всего из всех ресурсов, которые у меня есть. Ну, именно из расходных таких. Вот. Так что, блин, давайте добудем. Потихонечку на меня кто-то ещё бежит. Ой-ой, огнестрел! Ребята, жесть! Ох! Ох, ребята, капец! Чувак с огнестрелом прибежал. Нифига себе! Вот ты наглый, конечно. Блин! Капец! Мы еле выжили. Просто ещё секунду, и всё, ребят. Мне просто бы хана настала. Фух, блин! Как же мне сейчас только что повезло то, что я успел среагировать и убежать. Блин, это жесть, ребята, была. Это был, кажется, обычный пистолет, ГЛОК. Но, блин, как он на меня резко прибежал. Я реально напугался. Думал, всё, мне сейчас кирдык. Но повезло. Повезло то, что я успел очень быстро среагировать, и он нас не забрал. Блин, фух, ребята, это жесть была только что. Ещё бы чуток, и всё. Мне просто бы хана была. Просто полная хана. Я бы всё, что добыл здесь, я просто потерял за секунду. Так, ну всё. У меня кирка сломалась. Пойдём там с чувака, которому скинули мои вещи. Сейчас заберём, что я там скинул. Кажется, это были ботинки. И можно уже будет отправляться. Так, а не этому я скидывал. А кому я скинул-то там? Я уж не помню. Снизу, кажется. Так, вот этому может. Давайте посмотрим. Да, вот у него ботинки. Сейчас мы их наденем. А, у меня ещё старый есть. Ладно, пусть сразу две штучки будут. Ну всё, вроде бы окей. Можно отсюда отправляться, ребята. Ну блин, то, что сейчас было. Чувак с огнестрелом на меня прибежал. В среднем уровне сложности. Это на самом деле жесть была. Блин, хорошо, что я успел среагировать. Так я рад то, что он нас не убил. Отправляемся, ребята, обратно ко мне на базу. По-быстрому потратим энергию. И можно будет сходить к вот этому Дзеллу. Дзеллу, точнее. И у него кое-что сделать. Ну блин, столько энергии потратится. Это жесть. И потом ещё к джойстику, чтобы проверить одну очень интересную теорию. Но я не знаю, на самом деле, правда это или нет. И блин, как-то даже тратить не хочется энергию. Блин. Ну не знаю. Давайте сначала, короче, сбегаем мы вот на территорию, которая находится рядом с вот этим Дзеллом. И потом к Дзеллу по пути тоже забежим. Так, ребята, тут я ещё, кстати, базу немножечко улучшил. Давайте я вам покажу, чтобы вы тоже знали, как я сделал. Я поставил, короче, здесь вот так вот, ну, по диагонали стенки и пол. И поставил в эти углы, короче, копья. И смотрится достаточно неплохо. И, кстати, здесь можно вообще, по идее, прокачать только одну вот эту вот переднюю стенку, чтобы прям очень хорошо. А на остальные никто набежать не сможет. Их будет как бы ранить этими колями, на самом деле. Вроде как-то так. Если, конечно, сбоку побежать, ну, подбежать, может быть, получится. Я на самом деле не знаю. Но сам я вообще даже, когда просто рядом со стенкой пробегаю, здесь выбегаю, меня эти коли трогают. А вот, видели? Так, а теперь давайте так вот боком подойти попробуем. Так, нет, не получается. Прямо вблизь, чтобы не получается. Ну, ладно. Посмотрим потом, что вы в комментариях напишите. Может быть, что-то я и неправильно сделал. Окей, у нас появился знак, который мы можем тоже сейчас взять и отправиться в другую локацию. Что у него по урону? Давайте посмотрим. Ну, он такой же, как и мачете, просто скорость атаки чуток поменьше. Ладно, тогда мы его оставляем и пойдем с мачете и с этой оружкой. Так, дальше мы сюда отправим переплавляться наши вот эти вот залежи, железные руды. И потом мы пойдем, наверное, скрафтим себе еще немножечко этих бандажей. Потому что, если на меня какой-нибудь факс огнестрелом придет, мне просто хана. Так, скрафтим всю эту мы истратили. Блин, на самом деле у меня там целый слот остается свободно. Надо было это сделать там на базе и взять что-нибудь интересненькое. Так, давайте скинем мои ягоды, которые мне для кое-чего понадобятся. Потом я вам, наверное, в следующих сериях покажу для чего. Просто сейчас что-то по времени мы не укладываемся, на самом деле, чтобы сделать все, что я хотел. Так, дальше что у нас? Дальше мне нужно кожу отправить, обрабатываться. Ой, как у меня ее тут уже много накопилось. Я даже не знаю, для чего она толком и нужна. Что-то пока что даже ни для чего толком она мне не пригодилась. Ну, я, конечно, одежду не изучаю из-за этого, может быть. Ну, блин, ладно, пофиг. Давайте мы сюда скинем наши слитки. Ну, слитков уже, кстати, у нас копится и копится. Это очень хорошо. Так, в верхний ящик мы болты сейчас скинем, все мои. Дальше в нижний ящик вот здесь мы скинем мои вот эти вот кусочки железа. И дальше у меня остаются такие уже более-менее нужные вещи. Но, блин, у меня вот это еще оружие есть. Ну, наверное, она мне тоже пригодится там. Так что все окей. Так, колеса для АТВ. Куда мне их засунуть-то? Что-то у меня их слишком много уже накопилось. Ребята, посмотрите, у меня здесь есть сет спецназовца. Не спрашивайте, откуда я его взял. Я вам сейчас все равно все расскажу. В общем-то, отправился я в лес среднего уровня сложности. Там мне попался чувак вот с этим сетом и вот с этой оружкой. Я его убил, используя дофига еды. И как бы все, спокойно, изи набор спецназовца. Это сватовца, кажется, или что? Нет, это просто военного, короче. Ну, вот сват, хельмит. Потом, ну, скорее всего, это, да, именно набор спецназовца. Вот, в общем-то, выбил. И, на самом деле, очень классно. Может быть, потом куда-нибудь взять. Дальше что? Мы, наверное, оставляем вот этот вот знак. Мы возьмем, у которого прочности поменьше. Дальше что? Наверное, эту шляпу возьмем. Так, а эту надо будет тоже дотратить. А колесо я хотел сюда скинуть. И вроде бы все. Остальное мне понадобится. Гайшный ключ я с собой возьмем, потому что мне там надо будет по пути кое-куда заглянуть. Окей. Все, отправляемся, ребята. А, чуть не забыл. Чуть не убежал, короче, без еды совсем. Это же вообще жесть. Так, возьмем здесь 4 морковки. И возьмем здесь у меня 7 морковок. Но, надеюсь, мне этого будет достаточно и хватит. Выживем как-нибудь. Так, шляпу-то наденьте сюда, свою слабенькую. И побежали. Все. Более-менее мы готовы. Думаю, там нас чуваки с огнестрелом не заберут. Блин, снова 10 урона. Что-то я как дебил не могу пробежать ровно на этой дорожке. Почему сквозь стену наносится урон, когда этот баг уже пофиксят? Я уже устал от него. Так, отправляемся в лес. Бежали. И потом можно будет к нашему соседу с ником Тзел забежать. Вот, блин, такой неудачный ник. Я ненавижу такие слова читать, когда там два таких неудачных рядом звука идут. Т и З. Блин, Тзел. Но это тупо звучит. Ладно, все. Заходим и смотрим. Сейчас, блин, сразу нужно будет один бандажик заюзать. Потому что что-то урон-урон-урон-урон. И я уже до половинки хп опустился. Так, используем. Но здесь нет красных монстров. Так что можно не волноваться. Хотя на меня уже прибежал один токсичный дебил. Так, уворачиваемся. Ага, фиг тебе. Еще один на меня бежит. Так, здорово. Блин, все равно нанес урон. Так. Да блин, что ты наносишь-то? Я же вроде бы уворачиваюсь. Ой, пошел ты какой-то дебил. Я не знаю, как с тобой воевать, короче. Вечно что-то ты не так сделаешь. Я не могу предугадать его действия. Так. Ох, как много с вас бандажиков упало. Ничего себе. Ну, как бы бандажиков три штуки. Ну, я имею в виду то, что можно ткань эту в бандажи переделать. Так, кусочки железа забираем. Шапку мы эту наденем. А что я провода не оставил дома, да? Блин, лоханулся. Ладно, просто что-то они, походу, у меня не отображались. Или я совсем забыл. Так, по обе у меня все окей. По здоровью мне нужно немножечко восстановиться. Один бандажик юзай, 100 здоровья у меня остановится. Замечательно. Смотрим дальше, что у нас по соперникам. Блин, как я тупо это слово сказал первый раз. Забираем все ягоды. И там вот у нас, вижу, есть пару монстров. Сейчас мы их убьем. Это у нас фастбайтер или какой-нибудь фастчомпер. Потому что его иконка такая достаточно большая. Да, это фастбайтер. И там уже обычные зомбаки. Так, ну давай ты обычно на меня иди. Я не хочу тех на себя еще одновременно с этим агрить. Я даже не знаю. Давайте посмотрим. Так, с этого ничего. И тут у нас ящик. Ну, давайте сначала я на всякий случай убью тех монстров, чтобы они на меня не заагрелись. И потом уже буду работать с другими. Здесь фастбайтер и волк. Ну, надеюсь, то, что мы их по-быстрому. Так, на меня кто-то еще идет. Но это обычный зомбак, скорее всего. Так, мне нужно забрать с тебя еще эти вещи. И давайте убьем этого обычного зомби. Еще скоро на меня, кстати, орда пройдет. Тоже не очень приятная ситуация. Но, ладно, дождусь. Я и как бы все спокойненько сделаю. Они мне только одну стену снесут, по идее. Как и обычно. Так, глушитель у меня уже есть. Это я просто забираю. Это можно будет покушать, да? Ну, давайте сейчас прямо и покушаем. У меня не так уж и много здоровья. Блин, что это за баганный слот такой тут? Он меня бесит. Это вот угловой слот, в который я что-нибудь вставлю. Он какой-то у меня баганный. Капец. Ну, это у всех. Я тоже часто видел то, что ребята на это жалуются. Так, возьмем сейчас мою мачете. И убьем этого здоровяка. Спокойненько, тихонечко, никого не трогая. И надеемся, что мне с него что-нибудь выпадет. Так, блин, тот еще зомбак загрелся. Надеюсь, он не успеет до нас добежать. Ага, этот не успевает обычно, когда я его с мачете бью на меня прыгнуть. Так, и снова мне не попадает никакой с него пропуск. Замечательно. Ну, это по стандарту, как бы здесь уж ничего такого нет. Дальше еще вижу одного монстра. Давайте мы сейчас его тоже убьем аккуратненько. Ну, здесь сразу два. И нужно быть предельно аккуратным. Если тот на меня тоже загрится, у меня может просто оружка закончится. И что и случилось? Ладно, тихонечко его добиваем. Потом можно будет потратить один бандажик. Мне не жалко. И возьмем вот этот вот знак. Ой, сейчас с этим знаком мы всех будем просто с одного удара. Нифига себе, у меня столько ткани. Я уже могу себе пять бандажей на данный момент скрафтить. Так, это обычный зомби. Даже как-то жалко на него тратить эту мою оружку крутую. Просто я бью, и они так жестко отлетают. Еще этот звук прикольный. Такой бэньк. Давайте еще раз. Бэньк. Блин, реально прикольно. Так, ну что? Долутаем вот этот вот ящик. И там еще пару зомби есть. Их убьем. И можно уже отправляться. Так, часть двигателя. Это хорошо. Воду я выпью. И оставлю бутылку здесь. Она мне не пригодится. Потому что у меня и так полно бутылок. Каждый день мне дают по три. Так что они у меня, наверное, никогда не закончатся. И все у меня будет замечательно в плане бутылочек. А левел ап. Замечательно. Это у меня очень рад. У меня уже 44 уровень, ребята. Это просто жесть. Я все поднимаюсь и поднимаюсь. Очень было... Ой, на меня кто-то бежит. Чувак с ником Killshot. Здорово. Блин, у него очень быстрая оружка. И, блин, это тоже неприятно. Он так нам нормально снес. Все отлично. Сейчас бандажик нужно заюзать. Даже сразу две, наверное, штучки. Такс. И что? Мы, наверное, это заберем у него. И ботинки. Ага. Хотя ботинки у меня и так нормальные, да? Тогда мы их просто заберем. И что? Там сразу два зомби. Мне нужно сначала слабенького на себя вот этого заагреть. А потом я уже на большого пойду. Ну как слабенького? У него такой уж и слабый, по идее. Но все же. Такс. С тебя выпадает снова для бандажей ткань. И тут еще кто-то на меня идет. Ну давайте и этого тоже заодно и заберем. Такс. И что? Берем мачете. Надеюсь, мачете мне этого хватит на вот этого здоровяка. Так. Хотя там еще, да, рядом монстры. Ну, блин. Я попытаюсь как-нибудь это все по-аккуратному сделать. Хотя, блин, наверное, не получится. И тот все равно на меня заагреться. Ну ладно, придется сразу с двумя драться. Хотя нет, смотрите-ка. Он не заагрится. Отлично. Так. Ну, вроде бы этого мачета мне хватает. Ты прыгнуть не успеваешь, по идее. И я забираю с тебя вот эти вещи. Замечательно. Берем обратно наш знак. Мне, кстати, очень даже хорошо всего так хватает. Я так прям вровень все взял. Все, что мне нужно. Так. Фастбайтеры сейчас с одного удара. Как только мочканем. Бэйнк. И второго тоже с трех ударов. Окей. Убиваем. И что? Дропа с вас не выпала. Ладно. Забираем вот эти вот ягоды. Что больше сундуков здесь не будет, что ли? Ну, походу, не будет. Все, что можно было, мы золотали. И снова мне не повезло, как обычно. Ну, да ладно, ребята. Вы, кстати, писали в комментах то, что мне лучше все записывать, как я буду искать, как бы, пропуск бункер браво. Я такой подумал, типа, почему бы нет. Просто буду делать, помимо этих вот разных, короче, пропусков. Искание пропусков. Я буду еще какие-нибудь другие интересные вещи делать в серии. Вот, например, сейчас мы отправимся к чуваку с ником ТЗЛ. И там у него заберем кое-что классное. Так, ну, надеюсь, то, что это... Ой, здорово. Давайте-ка мы его убьем. Ничего себе, здесь у него набор одежки-то. Ладно, чувак, хорошо то, что ты прибежал. Еще и клюшка какая модная. Ой-ой-ой, хорошо то, что я не успел убежать. Замечательно. Заюзаем один бандажик и посмотрим, что у него можно такого классного забрать. Так, ну, обувь мы, конечно, эту возьмем, это возьмем, это возьмем. И шляпу. Все, окей, мы полностью приоделись. Возьму вот эту одежку вот сюда. И клюшка у него есть. Сколько у нее атаки? 18. И скорость такая более-менее плохая. Наверное, мы оставим одну банку. И... А, нет, наверное, я одну ягоду съем. Ягодки, кушайтесь, вы чего? Все отлично. И вот так вот сделаем. Окей, все, отправляемся к чуваку с ником ТЗЛ. И сейчас мы кое-что у него сделаем. Если это реально сработает, то это будет просто полный отпад. Так, что у меня? Ой, далеко находится, я туда, скорее всего, не успею. Бежим к этому чувачку. Сейчас я вам кое-что покажу, что можно сделать. Блин, если это реально сработает, будет просто офигенно. Фух, давайте проверим. Если не сработает, я вам, конечно, расскажу, что я хотел сделать. Просто теорию хочу кое-какую проверить. И, блин, это будет очень классно. Так, давайте, тут про ловушки у нас написано. Все дела. И давайте зайдем к нему. Я, кстати, знал то, что у него база наполовину разрушена. И просто мне многие писали то, что, ну, как бы, заутай его базу. Тут у него наполовину все разрушено. Но, на самом деле, я это уже давным-давно сделал. Здесь так-то толком ничего и не осталось. Вот, видите, все пустое. Все просто пустое. Ну, как бы, тут уж все понятно. Так, а тут? Ну, все пусто. Ладно, окей. Идем к мотоциклу его. И кое-что сейчас пытаемся сделать. Так. И как это заюзать? Ну-ну-ну. Почему это не забирается? Это, короче, как-то можно заюзать так, чтобы я мог забрать. Но почему не работает? Так. Может быть, мне слот нужно как-нибудь освободить. Давайте пока что скинем вот сюда, получается, какую-нибудь вещь. Вот эту вот. И попробуем сейчас. Блин, почему она не забирается? Нет, это как-то не так, походу, работает. Блин. Это, походу, не работает, ребята. Потому что мне сказали то, что этот гайшный ключ нужно для того, чтобы у чувака другого, ну, разобрать. О, у меня кто-то бежит. Так, это зомбак. А, фастчемпер. Окей. Убьем его. Я еще обрадовался, что это не человек, на самом деле. Потому что было бы страшно. Так. Вот мне сказали то, что это можно забрать с помощью вот этого вот гайшного ключа. Но почему-то это не работает. Очень странно. Может быть, его как-нибудь можно использовать? Ну, видите, то, что тут написано, то, что что-то разбирать реально можно. Ммм, блин, я не знаю, на самом деле. Может быть, это только для моих вещей так можно сделать? А по-другому это никак не работает, типа у других чуваков. Ну, видите, не получается. Ну, нет, заюзать я тоже это не могу. Очень печально то, что это не получается сделать. Если бы это было возможно, то бы я забрал этот бензобак, который вы мне написали. Пока что на данный момент игры невозможно найти, а руль можно. То я бы тогда уже был бы близок к тому, чтобы собрать мой мотоцикл. Вот. Но, увы, что-то не повезло, потому что я не знаю, как его использовать. Может быть, в комментах вы мне еще раз напишите и получится. Но я реально видел комментарий, что парень мне сказал, возьми гайшный ключ и отправляйся к мотоциклу чувака, который рядом с бункером Альфа. Я такой, типа, ну да, мотоцикл там точно есть, так что, наверное, стоит туда отправиться. Но, как вы видите, ребята, то, что я не могу его либо как-то правильно использовать, либо что-то еще. Вот. Но не получается на данный момент, не получается. Ну, ладно, окей. Ничего в этом страшного такого нет. Серия все равно подходит к концу. Мы уже, кстати, 26 минут практически записываем. Сегодня очень длинная часть получилась. Ну, да ладно, надеюсь, вы за нее поставите за это лайк. Ну, вроде бы как не получается и все. Можно, наверное, отсюда отправляться. Может быть, все-таки я что-то сделал не так или что-то в этом роде. Но надеюсь, что все правильно я сделал. Просто я, ну, пока что это не работает. И комментарий, которые мне написали, был неправдой. Ну, блин, может быть, просто я дебил. Что-нибудь, ну, что-нибудь из этого, короче. Вот. Ладно, отправляемся, ребята, домой. И на этом, наверное, мы нашу серию закончим. В следующей части мы уже будем не искать пропуск Бункер Браво. Может быть, просто как второстепенную часть серии мы сбегаем в одну из этих территорий, либо в Горный Хребет, либо в какую-нибудь чащу лесную. И там уже попробуем поискать. Ну, а так, основная часть серии следующей будет, ну, основана не на поиске пропусков Бункер Браво, а на кое-чем другом. Так что, ребята, до следующей серии. Всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok